Здравствуйте! Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадио компании Щелкова, программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыков. Допоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. Вопросы задавать можно моей сегодняшней гостьей. А в гостях у меня сегодня начальник отдела государственной статистики в Щелковском районе, а также в городах Лосино-Петровске, Фрязино и территориальном образовании «Звездный городок» Наталья Ильченко. Здравствуйте, Наталья Александровна. Добрый вечер. Когда речь заходит о статистике, всегда вспоминаются, конечно, наверное, первым делом слова наших классиков, которые писали, что статистика знает все, кроме одного, сколько в стране у нас стульев. Но мы не будем говорить про стулья, естественно, и про все говорить тоже не будем. Будем говорить о том, чем занимается ваш отдел в нашем районе, естественно, в тех населенных пунктах, которые находятся рядом с нами. Вопрос такой. Какие данные вы собираете? Ну, вы правильно начали с классиков. Да, действительно, статистика знает все. И мы, статистика, она существует давным-давно, 200 лет. О губернской статистике в 2015 году исполнилось 185 лет, был юбилей. И поэтому мы работаем давно на территории Щелковского района. Теперь еще с 2013 года мы работаем с респондентами и города Фрязино, и города Лосино-Петровского, и Звездного городка. И отдел наш занимается привычной для статистики работы с сбором и обработкой статистической отчетности. Естественно, мы проводим всевозможные обследования, выборочные и сплошные обследования. Вот выборочные обследования у нас проводятся ежегодно. Я назову только несколько обследований, которые наш отдел провел в 2015 году. Это выборочное обследование доходов населения, это выборочное обследование участия в социальных программах населения, также условия жизни населения, информационное обеспечение нашего населения и многие-многие другие обследования. Это выборочные обследования. Также на статистику возложено и проведение сплошных обследований. Но сплошные обследования это серьезная российская такая всемасштабная работа, которая заключена в переписях в основном, конечно. Вот у нас российская перепись населения была в 2010 году последняя и вот маленькая была микроперепись в 2015 году. Также сплошные обследования это сельскохозяйственные переписи и экономические переписи, которые в общем-то практически сейчас что-то уже идет, что-то готовится к подготовке. Вот таким вот образом наш отдел занимается такой работой. Вот тут значит, поясните, что значит сплошное обследование, что прям всех-всех-всех-всех опрашивается. Да, действительно. Мы привыкли, что перепись вроде как приходит ко всем, но это когда большая перепись, да, в общем, государственная. Про микроперепись мы еще поговорим более подробно, а вот сейчас хочется узнать вообще, какие методы более современные применяются сейчас, помимо того, что опрос, соцопрос, да, как мы его называем. Да, действительно, сплошное обследование, оно и определено этим словом, сплошное. Участниками переписи становятся все жители Российской Федерации, независимо от регионов. И в том числе, конечно, Щелковский район тоже был участником, каждый житель Щелковского района был участником нашей переписи. Также вот микроперепись, про которую вы только что сказали, действительно, она вот сейчас была в 2015 году и отличалась от переписи 2010 года тем, что она проводилась на планшетных компьютерах. Наши переписчики как раз ходили с этими планшетами к нашим респондентам и проводили опрос прямо вот онлайн. Ну вот я предлагаю вспомнить о том, как это было, это было в октябре прошлого года. Наша телекомпания тоже свой вклад небольшой внесла в проведение этой переписи. Ролик мы показывали, вот я предлагаю сейчас посмотреть его в несколько сокращенном варианте о том, как это выглядело. Осенью, в октябре 2015 года, в России пройдет микроперепись населения. Несмотря на приставку «микро», масштаб мероприятия совсем не маленький. Микроперепись охватит все 85 регионов России. Будет опрошено 2,5 миллиона человек. Одних только переписчиков в проведении опроса будет задействовано более 6 тысяч. Всего в опросном листе будет 28 вопросов. В первую очередь, переписчик выяснит состав семьи, задаст обычные вопросы переписи. Пол, возраст, семейное положение, образование, гражданство. Но будут и узкоспециальные вопросы. Например, про состояние здоровья, наличие инвалидности, репродуктивные планы. Для чего же нужна микроперепись? В первую очередь, для получения актуальной информации о населении страны. Всеобщие переписи проводятся раз в 10 лет, но население меняется гораздо быстрее. В процессе развития общества появляются новые потребности в социально-демографической информации. Получить эту информацию и позволит микроперепись. На основе ее данных разрабатываются и уточняются меры социальной поддержки различных категорий граждан. Принимаются управленческие решения, касающиеся повышения рождаемости, качества услуг здравоохранения и образования. Так что приставка «микро» не должна вводить в заблуждение. Микроперепись – большое и важное для всей страны дело. Именно поэтому она пройдет под девизом «Мой дом – моя страна». Итоги пока не подведены. Но работу мы провели, и провели достаточно успешно, потому что все-таки микроперепись – это действительно маленький кусочек, который мы обследовали. Всего у нас работало в районе 8 человек по сравнению с 2006… Восемь переписчиков работало, которых мы привлекли к этой работе, обучили работе на планшетных компьютерах, обучили, как работать с респондентами. И они свою задачу выполнили. И много народа обошли. Они обошли, значит, во Щелково, они обошли 1400 человек, и во Фрязино по 700 человек, и во Лосино-Петровском тоже 700 человек. Это немного. Но вот для сравнения, просто приведу цифру 2010 года, там мы нанимали на работу 700 человек. Конечно, было… Ну, тогда и охватили, наверное, всех почти. Ну, а там охвачено было, конечно, все население. А здесь было охвачено только полтора процента населения. Но, тем не менее, вопросы в наших анкетах были практически такие же. Немножко было добавлено нового, например, о здоровье респондентов, спрашивали наши переписчики. Ну, и вот эти итоги, они будут опубликованы только к концу 2016 года и будут опубликованы по субъектам Российской Федерации. К сожалению, скорее всего, вот какие данные по Щелковскому району, мы, может быть, и не увидим. Но пока вот этот вопрос решается. Ну, пока все равно результатов нет, но, тем не менее, какие-то данные есть, они обрабатываются, может быть, есть какие-то, естественно, остались данные от прошлой переписи. Вот на основании всей этой собранной информации можем мы как-то составить такой некий собирательный, усредненный образ жителя нашего района. Ну, понятно, что его возраст, образование, социальное положение, семейное положение, что еще, род занятий, конечно, зарплата, может быть. Ну, хотя зарплата – это отдельная тема, еще отдельно поговорим. Обеспеченность жильем, опять же, ну и так далее. Вы знаете, как дело в том, что просто вот сейчас об этом очень трудно сказать. Почему? Потому что действительно данные только обрабатываются. Единственные, какие показатели бывают впервые, опубликуются – это количество людей, которые было переписано. Вот в данном случае в Щелковском районе сейчас у нас уже проживает более 200 тысяч жителей. И это хороший показатель, потому что население Щелковского района растет. Но и мы сами видим, потому что район хорошеет. Мы видим новые микрорайоны, которые образуются вокруг нашего города, внутри города и района. Естественно, все эти высокие, красивые дома заселяются людьми, и они все будут как бы учтены. И вот поэтому у нас при переписи 2010 года было только 193 тысячи населения. А вот смотрите, за 6 лет уже вот такая прибавление. Но тут, конечно, играет роль и естественный прирост населения. Он, правда, незначительный и превышает над смертностью всего на 313 человек. Но, тем не менее, это очень хороший показатель, потому что мы, наконец, вышли за вот этот показатель, что рождаемость превысила смертность. Это прекрасно. Впервые в прошлом году. Впервые, да. Впервые это случилось и не только в Щелковском районе, и Россия также, в общем-то, все субъекты Российской Федерации, практически у всех субъектов Российской Федерации сложилась такая хорошая положительная динамика. Ну и наше правительство, конечно, многое делает для того, чтобы рождаемость наша увеличилась. Много чего делается для молодых семей. Вот. Ну и также прирост населения осуществляется и за счет миграции населения. Вы знаете, что, в общем-то, в Московской области это достаточно большой регион Российской Федерации. По численности населения он занимает второе место после Москвы. Вот. И у нас тут сосредоточены все трудовые ресурсы, поэтому к нам, в общем-то, прибывает много народу. И за счет миграции у нас рост так семимильными шагами, так сказать, мы движемся за счет миграции. Ну а миграция, вот она, в нашем понятии, да, вы знаете, все-таки мигрант, это вот приехавший из другой страны, так скажем, да, вот миграция, она действительно из других стран? Нет, нет, не совсем, не совсем так. Или из регионов России тоже? Не совсем вы так думаете, да, потому что, в общем-то, те мигранты, о которых вот так вот мы бы с вами сказали, из другой страны, и из другой страны это не так много пребывает. Это в основном наше внутреннее, между субъектов Российской Федерации движение осуществляется. Ну, так вот сложилось, что, в общем-то, люди считают, что здесь действительно можно и высшая заработная плата, и рабочие места, может быть, обеспечены здесь, в Подмосковье. И поэтому здесь достаточно привлекательный вот для этого район наш. И не только здесь, я говорю, что мигранты с других стран, и стран ближнего зарубежья, ну, дальнего зарубежья я вообще не говорю, там, единицы, вот. Ну, а вот по числу выбывших людей, конечно, даже можно сказать, что никто и не выбывает из района. Только вот только прибывают. Поэтому вот рост осуществляется за счет миграции населения в основном. Ну, если можно, я тоже кое-какие цифры назову. Вы что, конечно. Потому что, во-первых, вы сказали, что население района, например, на 7 тысяч увеличилось за 6 лет. Да, по итогам прошлой переписи 10-го года. Ну, вот по данным Мособлстата, да, вот у вашего вроде как руководителя непосредственно, население нашего района за прошлый год только за один год увеличилось почти на 4, на 3, простите, тысячи человек, 2 900. В общем-то, может быть, конечно, не очень большая цифра, да, если по отношению к общей численности населения. Но, тем не менее, наш район по этой статье занял четвертое место в области. Впереди по, так сказать, приросту только Красногорский и Ленинский районы. У них там где-то в районе 4 тысяч прирост. И городской округ Балашиха. У них там уже, правда, за 8 тысяч действительно застраиваются. И такая тенденция есть, ну, это везде, если посмотреть все районы, все наши муниципальные образования областные, что чем ближе к Москве, тем больше прирост населения. Чем дальше, там прироста нет, там даже убывает. Ну, я сейчас не буду называть эти районы, но все известно, что даже вот чем дальше от Москвы, тем меньше становится народу. Соответственно, у нас, а у нас вот нельзя сказать, что очень близко, да? Все-таки на границе находимся. На границе, но, тем не менее, жители нашего района очень охотно ездят на работу в Москву. Потому что такая информация у нас собирается, но в рамках выборочного обследования, понимаете, она не дает объективной картины. Но, тем не менее, рабочие места в районе могли бы быть и больше. И, может быть, возможностей надо расширять наши, потому что все-таки большая часть населения движется в столицу нашей Родины. Там заработки, очевидно, лучше, выше, может быть, рабочие места престижнее. Вот нам надо к этому тоже стремиться. Ну, а вот прогнозы какие-то есть? Продолжится ли эта тенденция, я имею в виду, к увеличению населения? К увеличению населения, конечно. Конечно, вы знаете, что в нашем районе даже образовался новый населенный пункт. Вот в Однецкинской администрации, в Однецкинском сельском поселении у нас теперь новый населенный пункт Анечково появился. Это целиком населенный пункт создан буквально за несколько лет в воздвигнутые огромные новостройки там. И вот даже добился статуса населенного пункта. Вот эта вот застройка эта добилась населенного. Статуса населенный пункт. Поэтому, конечно, тенденция к нашему росту есть. Будут расти и дальше, наверное, наши микрорайоны, и сельские поселения наши тоже активно включились в жилищное строительство. Да, тенденция такая есть. Ну, давайте вернемся, опять же, к некому собирательному портрету жителей нашего района. Опять же, я обращусь к областной статистике. Это такие гендерные различия. Всего в Подмосковье на тысячу женщин приходится всего 858 мужчин. 859 – это вот в позапрошлом году, а 858 – в прошлом. Такое соотношение неравное полога, да, конечно, связано с преждевременной смертностью мужской, образом жизни и так далее. А вот средняя продолжительность жизни, ну, тоже, естественно, у мужчин меньше, правда, она сейчас уже превысила пенсионный возраст. Сейчас она 66 лет у мужчины и 77 у женщин. По прогнозам, к 30-му году она возрастет с нынешних 72, это средняя, до 75. Соответственно, 70 у мужчин и 79 у женщин. Вот у нас тенденция такая существует. Ну, мы, смотрите, мы не уходим, так сказать, от данных, статистики, которые опубликованы. В общем-то, Щелковский район ничем не отличается от вот этой вот тенденции, и такая же у нас и будет сохраняться. Вот, понимаете, дело в том, что вот такая информация, которую вы сейчас нам зачитали, она только публикуется только по регионам Российской Федерации. Вот конкретно в Щелковском районе такая информация, она вот не имеет места быть, потому что мы вот эту такую информацию не аккумулируем у себя, она только уходит в московскую областную статистику, и там она уже просто по всей Московской области собирается, и вот уже по региону, как Московская область, будет опубликована или как бы озвучена где-то на каких-то правительственных заседаниях и так далее. Вот, ну, я думаю, что просто жители Щелковского района такие же, как и все. Ну, а теперь тогда давайте поговорим о хлебе насущном, как говорится. Вот в начале программы вы упомянули, что собираете вы сведения о зарплатах, об уровне жизни. Понятно, время сейчас у нас тяжелое, кризис, как, опять же, региональная статистика заявляет, ну, и в целом в стране тоже цены за год выросли, ну, на основные продукты, товары, услуги, выросли в среднем на 10%, ну, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И на услуги ЖКХ тоже, хотя вроде кажется, что не на 10%, а значительно больше. Может быть и больше, да, может быть и больше. Но, тем не менее, жить стало сложнее, тяжелее. И вот вчера только сообщение такое было, что вот премьер-министр наш уменьшил даже проживочный минимум в целом в стране, который вроде как повышали-повышали, а сейчас раз, и опять на 200 рублей меньше. Вот какие у нас сейчас доходы? Как живем? Дело в том, что, знаете, как мы в наш отдел статистики, у нас есть специалист, который занимается исследованием потребительских цен. Но корзину мы исследуем не целиком. У нас всего 32 наименования продуктов, которые наш специалист отслеживает цены на эти продукты. И они участвуют в потребительской корзине, конечно, но это не полная корзина. Федеральное наблюдение ведется в отдельных наших отделах статистики. Но вот в наш район не попало такое обследование. Ну, ничего страшного. Но дело в том, что мы просто вот все наши сетевые магазины, которые у нас на территории Щелковского муниципального района расположены, они все равно участники наши. Мы у них информацию забираем, ее аккумулируем у себя, систематизируем каким-то образом, и она уходит на вышестоящий уровень. И поэтому вот мне трудно сказать, насколько выросла наша корзина в Щелковском районе, потому что мы не участники этого федерального обследования. Но, тем не менее, вы сказали, что вот, назвали цифру, да, 32 продукта. Имеется в виду продукты питания, да, съедобные? Да, продукты питания. Но помимо продуктов, то еще существуют всякие одежда, обувь, я не знаю, зубная паста, ну и так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Это я не говорю про ЖКХ, конечно, который тоже существует. Огромное количество показателей собирается по Московской области. Просто я вам еще раз повторяю, что мы не участники этого федерального обследования, мы участники регионального обследования, которое вот нам определено нашими, так сказать, работодателями. И мы вот эту программу выполняем. Выполняем правильно, достойно, цены отслеживаем в установленные сроки. В определенное время все это нашим специалистам, значит, заносится в программу и выдается какая-то информация по ней. Но она вот уходит только на уровень Московской областной статистики. И по Щелковскому району не публикуется. Ну, а если говорить не о зарплатах конкретных людей, а о работе предприятий, насколько они у нас активно работают, так скажем, как вы с ними сотрудничаете? Какие данные они представляют о себе? Ну, помимо, естественно, тех зарплат, которые они выплачивают своим сотрудникам. Мы работаем с респондентами нашего Щелковского района. И, как я вам говорила, что уже город и Фрязино является нам, мы с ним работаем и с Фрязино, и с Лосино-Петровским. И все юридические лица, в общем-то, они являются нашими респондентами. Но в той или иной степени мы работаем, допустим, ежемесячно с какими-то предприятиями, с какими-то мы работаем ежеквартально, с какими-то раз в году только мы с ними встречаемся только раз в году. И, тем не менее, огромное количество респондентов отчитывается нам ежемесячно. Более 500 респондентов работают с нами ежемесячно. И мы получаем от них унифицированные формы федерального статистического наблюдения. И по этим показателям какие-то прогнозы строятся какие-то, различная информация выдается. Информация эта востребована всегда, органами местного самоуправления мы с ними тесно контактируем всегда. Вот, поэтому мы работаем со всеми респондентами нашего Щелковского района. Также вот и участники нашего обследования бывают и индивидуальные предприниматели. Раз в году мы у них забираем информацию. Но они с нами тоже работают. Но они входят вот в 500 предприятий? Нет, нет, нет. Это только юридические лица. Это только юридические лица. В основном это крупный и средний бизнес, который работает с нами. И муниципальные предприятия, которые расположены на территории Щелковского муниципального района. Сейчас попробую экономическими знаниями блеснуть. Ну, по шпаргалке, если можно, да. В Московской области в прошлом году так называемый сальдированный финансовый результат. Это прибыль минус убыток организаций без субъектов малого бизнеса, без банков, страховых компаний, без бюджетных организаций. Ну, в общем, производители такие, скажем, действительно, кто что-то делает. Так вот, как раз вот этот вот самый результат составил всего лишь 88% по сравнению с позапрошлым годом. Соответственно, число, при этом число убыточных предприятий составило 25%, то есть четверть. У нас как дела обстоят с этим делом? Ну, мы тоже недалеко уходим от этого, но дело в том, что просто вот мы, Щелковский отдел статистики, он также собирает помимо федерального статистического наблюдения, которое мы делаем ежемесячно, ежеквартально, вот и раз в году мы собираем также годовую бухгалтерскую отчетность от юридических лиц. И мы в этом же году тоже также, работа продолжается, и до 1 апреля мы должны от всех респондентов нашего района получить вот эту годовую бухгалтерскую отчетность. Но работа пока идет, о результатах говорить пока рано, но тем не менее мы надеемся, что, по крайней мере, огромное количество респондентов, в общем-то, должны откликнуться вот на эту работу, и тогда результаты тоже должны быть собраны, в свое время обработаны, и потом тогда чуть позже мы об этом поговорим с вами, и я уже назову конкретные цифры. Сейчас я не готова их озвучить. Ну что ж, будем ждать, но я предлагаю нашим зрителям тоже немножко подождать. Мы вернемся к разговору о работе отдела государственной статистики в Щелковском районе. Вернемся к разговору с моей, к моей сегодняшней гостью Натальей Ильченко, руководителем этого отдела. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Ти-диалог». Напоминаю, что идем мы по-прежнему в прямом эфире. Напоминаю, номера телефонов, по которым можете звонить к нам в студию. 4-9-6, код города, 5-6-7-14-40 и 5-6-7-14-50. Звоните и задавайте свои вопросы, потому что вы можете узнать очень интересные цифры, о которых сегодня нам рассказывает начальник отдела государственной статистики в Щелковском районе, а также в городах Лосино-Петровске, Фрязино и Звездном городке Наталья Ильченко. Еще раз добрый вечер, Наталья Александровна. Мы с вами начали говорить про экономическую статистику. И хочу сказать, что как раз с конца прошлого года у нас в стране в целом проходит так называемое сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Ролик можно посмотреть у нас на канале. Мы тоже сейчас его посмотрим, чтобы понять, о чем идет речь, чтобы наши зрители поняли, о чем идет речь. Ролик немножко меньше, чем на самом деле, но все равно из него все будет ясно. Давайте посмотрим. В 2016 году Федеральная служба государственной статистики Росстат проводит сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года. Целью сплошного наблюдения является уточнение экономической ситуации в стране, получение максимально полной и достоверной информации о положении дел в секторе малого и среднего бизнеса России. Масштабное статистическое обследование охватывает все 85 регионов Российской Федерации и по предварительной оценке Росстата затрагивает порядка 5 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сплошному наблюдению подлежат юридические лица, коммерческие организации и потребительские кооперативы и физические лица, индивидуальные предприниматели и главы крестьянских фермерских хозяйств, субъекты малого и среднего предпринимательства. Росстат интересует результаты производственной деятельности, осуществление инвестиций, фактический адрес бизнеса, количество работников, наличие основных средств. Впервые запрашивается и информация о мерах государственной поддержки. Средние предприятия отчитываются в обычном порядке. Росстат гарантирует полную конфиденциальность данных и защиту информации, полученной от респондентов в ходе проведения сплошного наблюдения. Сплошное статистическое наблюдение проводится в интересах бизнеса, государства и всего российского общества. Участие в сплошном наблюдении – это возможность внести свой вклад в формирование государственной политики по поддержке предпринимательства. Насколько эффективной будет эта политика, будет зависеть и от полученных данных сплошного наблюдения, их объема, достоверности, а значит, от активной позиции участников обследования. Ну вот, мы уже знаем, что это такое и зачем это нужно. А более подробно можете рассказать, как проходит оно? Скоро закончится ведь, да, уже, по-моему, 1 апреля? Конечно. Мы действительно начали подготовку к этому массовому сплошному обследованию в декабре прошлого года нашими сотрудниками было разослано 3500 уведомлений для юридических лиц и 3150 единиц для индивидуальных предпринимателей. Они все участники нашего сплошного обследования. Это вот все, которые есть у нас в районе, да? Нет, нет, не все, потому что только же малый, микро и средний бизнес, понимаете, большой бизнес в этом не участвует. Ну, не участвуют, конечно, общественные объединения, не участвуют религиозные, общины не участвуют в этом обследовании, садовые, дачные, огородные товарищества не участвуют. Это у нас огромное количество респондентов, но не все вот участники вот этого сплошного обследования по бизнесу. Поэтому мы разослали вот эти уведомления всем, и вот сейчас пытаемся получить вот эту информацию назад. Она должна быть нам предоставлена этими респондентами до 1 апреля. Мы надеемся на понимание, и вот видя вот этот ролик замечательный, как там все хорошо рассказано про это обследование, будем надеяться, что наши респонденты будут дисциплинированы, и отчетность мы получим своевременно и с надлежащим качеством, потому что нам это необходимо. И нашему району это достаточно, это показатель эффективности наших органов местного самоуправления. Поэтому чем полноценнее мы соберем эту информацию, тем, конечно, будет для нас очень хорошо. Но мы стараемся, и вот сейчас все респонденты, они должны принять в этом участие, потому что это является обязательным их работой, и если они все-таки будут уклоняться от этого, то, в общем-то, штрафные санкции не минуют. Отключим газ, как говорили в одном фильме. Ну, что делать, таковы наши условия. А с какими трудностями вы сталкиваетесь при проведении этого сплошного обследования? Вы знаете, огромное количество вот этих конвертов, которые мы послали по адресам юридических лиц, возвращаются к нам просто, и на них почтовые наши работники пишут, что адресат не найден по адресу. К сожалению, вот это вот такая не очень хорошая черта появилась у нас, потому что регистрируются юридические лица по одному адресу, а работают, может быть, по фактическому другому адресу, который нам неизвестен, и найти их не представляется возможным. Но мы просто вот обращаемся с экрана вот этого большого телевидения, чтобы они услышали нас, чтобы приняли участие в этом обследовании, потому что конфиденциальность действительно гарантирована законом, все данные будут занесены в компьютер, и, в общем-то, больше для того, чтобы итоги публиковались, они больше нигде не будут опубликованы. Только по итогам, общим итогам, которые будут суммированы по показателям в этих анкетах, будет представлена картина того или иного района, как там сложилась работа бизнеса малого, среднего и индивидуальных предпринимателей. Ну вот вы сказали, что сложилась такая ситуация сейчас, что указывают свои юридические адреса, а не фактические. По-моему, наоборот, сейчас в последнее время с этим стало как-то строго. И всегда указывают юридический адрес, адрес производства, или фактический, или нет? Ну, вы знаете, как это же малый бизнес и микробизнес. Там совсем другие немножечко, может быть, какие-то правила действуют, потому что их не так много, у микропредприятий мало, вряд ли есть еще какой-нибудь дополнительный адрес, где они развернули свое производство, а не на то и микропредприятия, что численность их не превышает 15 человек всего лишь. Вот средний бизнес, там категории, по которым отнесены те или иные предприятия к разряду микробизнеса, среднего бизнеса и малого бизнеса сейчас поменялись в связи с новыми изменениями в федеральных законах, поэтому их надо отслеживать и уже как бы приходить к такому действию, что работать обязательно с органами статистики обязательно нужно любому юридическому лицу. Ну, понятно, что сейчас об итогах, конечно, говорить совсем рано. Ну, совсем, конечно, рано. Еще не закончилось это обследование. Еще до разбор не закончился информацией. Но, тем не менее, все равно какие-то данные у вас есть по итогам прошлых лет, касательно предпринимательства. Кого больше у нас в районе? Ну, понятно, что небольших предприятий, их немного, наверное, все они на слуху, а вот я имею в виду вот эта градация, да, средний, малый, да, средний, напомню, да, зрителям, напомню, средний, значит, до 250 человек работает, малый до 100 человек, и микро до 15 человек, но и туда же, естественно, и индивидуальные предприниматели попадают тоже. Нет, нет, почему? Это отдельная категория. Это отдельная категория, но тем не менее, они участвуют в этом. Участвуют, участвуют обязательно. 3 150 человек участвуют в этом сплошном обследовании только по Щелковскому муниципальному району. Какие-то данные есть? Вот кого больше у нас вот этих малых, средних? Ну, у нас микропредприятий очень много, много предприятий микро, но дело в том, что вот это сплошное обследование, оно проводится уже дважды в нашей Российской Федерации. Первое проводилось как раз вот в 2011 году по итогам за 2010 год. Ну, вот надо сказать, что там совсем ситуация какая-то была не очень уверенная, совсем плохо откликались наши респонденты, и вот от заявленных 100% было собрано только порядка 54%. Но надеюсь, что в этом году ситуация улучшится, потому что, в общем-то, достаточно развернута большая компания, которая рассказывает об этом. И мы вот с вами ролик видели, и мы плакаты развешивали различные, и налоговую инспекцию мы подключали к этому, и органы местного самоправления с нами очень активно участвуют в привлечении юридических лиц вот к сплошному этому обследованию. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы получим гораздо лучшие результаты. Ну, вот мы все знаем, что если статистику разбить на некие разделы, да, то бывает демографическая статистика, мы о ней поговорили, экономическая и финансовая тоже поговорили. Но есть еще вот правовая статистика, есть экологическая. Вот правовыми вопросами вы занимаетесь? Нет, правовыми вопросами наша статистика не занимается. Эти вопросы отслеживают и органы прокуратуры, и полиции. Также мы не занимаемся статистикой медицины, и не занимаемся статистикой, ну, в общем-то, вот такими специфическими, узконаправленными статистическими данными мы не занимаемся. Ими занимаются вот эти органы, в которых проходит вот эта информация, проходит там. Ну, а экология, в общем-то, достаточно модная такая тема сейчас. Отчетность по экологии мы, конечно, собираем. У нас есть такой отчет, называется «Сведение о выбросах в атмосферу». Но, вы знаете, сдают ряд организаций и предприятий, которые работают на территории Щелковского муниципального района. Но все выбросы, которые они осуществляют, они показывают нам, что они выбрасывают в пределах нормы. Несмотря на то, что мы с вами, в общем-то, можем ощущать и не совсем здоровую обстановку в нашем районе. Но, тем не менее, вот-вот запахи как-то не учитываются в нашей статистике. Ну, а что будет? Опять же, прогнозы, да? Не занимайтесь. Если у нас будет все больше и больше предприятий с экологией, будет все равно все хорошо? Я думаю, да. Потому что сейчас любое предприятие, которое регистрируется с производственной деятельностью, их обязывают, в общем-то, соблюдать все эти экологические нормы, которые, экологические технологические процессы, которые не позволяли бы им совершать вот такие вот неприятности, которые бы отравляли нам воздух и, в общем-то, наше настроение и настрой жителей. И сейчас с этим, в общем-то, достаточно все упорядочено. И я думаю, что руководители руководствуются этим. И, в общем-то, им от этого только спокойнее работает. Давайте вернемся к работе вашего отдела. Напомню зрителям, да, у меня в гостях начальник отдела государственной статистики Щелковского района, городов Лосино-Петровских, Фрязина и Звездного городка Наталья Ильченко. Говорим мы сегодня о работе, соответственно, отдела госстатистики нашего района. Помимо того, что вы собираете и обрабатываете информацию, какие-то услуги предоставляете населению, предприятиям и так далее? Услуги мы, конечно, оказываем. Услуги такие, когда к нам обращаются с просьбой о какой-то информации, которая у нас есть. Очень тесно сотрудничаем с органами местного самоуправления, потому что востребована очень информация о населении, естественно, о количестве проживающих на территории нашего района и о полувозрастном составе нашего района. И, в общем-то, также и Фрязинская администрация к нам обращается за какими-то вопросами, и Лосино-Петровская администрация. И, естественно, востребована информация о средней заработной плате и по отраслям, которые мы отслеживаем. И, естественно, в целом по Щелковскому муниципальному району и по муниципальным образованиям даже. Поэтому вот к нам обращаются с такими вопросами, и мы, в общем-то, всегда даем ответы. Ну, а я вот, например, как физическое лицо, как это называется, ну или даже как юридическое, если я малый, мелкий, средний предприниматель, могу к вам обратиться и что-то узнать? Конечно, конечно. Вам нужно прийти в наш отдел государственной статистики, написать заявление о том, чего вы хотите. Ну, в основном, конечно, жители района обращаются к нам за индексом по заработной плате, за индексом, который у нас в течение нескольких лет, в общем-то, меняется, заработная плата меняется у людей. И вот в основном эта информация востребована судами, какими-то правоохранительными вот этими органами. Ну, мы даем информацию, даем. Ну, а вот существует ли какая-то закрытая информация, которую обладаете вы, допустим, во время сбора данных, и которая есть в базе данных вашего отдела, но, так скажем, она не подлежит публичному разглашению? Нет, наш Щелковский район, он практически, в общем-то, открыт для всякой информации. Но если на территории существуют какие-то, у нас, допустим, и закрытый городок есть, и, наверное, огромное количество войсковых частей на территории Щелковского муниципального района расположено, но информацию эту мы не собираем. Мы собираем только открытую информацию, которая может быть опубликована, которая может быть собрана. Поэтому закрытой информацией мы даже и не обладаем. Ну, вот опять вернемся к статистике. Согласно статистике, уж извините за тавтологию или каламбур, согласно статистике, статистикой по долгу службы занимается, ну, в подавляющем большинстве женщин. Я вот тоже собрал свои статистические данные, опять же, по Мособлстату. Это у нас руководитель Мособлстата, и все его четыре заместителя, и руководители всех районных отделов, а их у нас целых 36 в области. Вот они все женщины. У вас в отделе тоже женщины тогда работают? Да, да. К сожалению, это так. Мужчин у нас прямо наперечет. Все женщины, которые работают в нашей человеческой статистике, и всего 11 человек, нас не так много. Но мы очень дружный коллектив. Все мои сотрудники – это профессионалы своего дела, работают по многу лет в статистике, некоторые по четверть века отработали. Вы знаете, как и я, горжусь своими сотрудниками. В общем-то, я могу на них положиться, и спокойно уйти в отпуск, например. И они справятся с работой достойно, в установленные сроки, и ответят на все вопросы, которые задает нам Московская областная статистика. Поэтому мне работать с ними легко. Ну, наверное, так вот повелось, что, в принципе, вся статистика держится на женских плечах. Ну, есть, конечно, какие-то небольшие трудности финансовые, например. Мы такой большой зарплатой обладаем, поэтому, скорее всего, мужчины не пойдут на такую финансовую зарплату, потому что поддержка семьи – это плечо мужчины, а не женщины. Поэтому у нас работают одни женщины. Ну, что делать? Это прекрасно. Ну, а 11 человек вот так вот справляются? Все-таки у нас 200 тысяч населения района, 60 тысяч Фрязина, 25 Лосин-Петровский, 5 тысяч еще «Звездный городок». Хватает? Вы хорошо подкованы нашими цифрами. Это замечательно, что они могут быть востребованы людьми, что ими могут где-то оперировать. Это замечательно. Да, 11 человек – это не так много. Нагрузка очень большая. Ну, бывают случаи, когда даже мы и приходится задерживаться после работы. Но что делать? Мы вот привыкли к такому ритму, к такому серьезному занятию, которым мы занимаемся. В общем-то, люди отдают себя с полной отдачей. Потому что мы же не только занимаемся, вот я вам, как уже говорила, вот этими ежемесячными отчетами. Мы вот с вами как-то упустили еще вопрос, что у нас в этом году предстоит какая-то работа еще большая. Ну, вот я как раз хотела спросить, перспективы-то какие? Сейчас вот 1 апреля закончим широкое сплошное обследование бизнеса. Да, что дальше? Ну, очень трудно работать как раз в этот период, потому что действительно 1 апреля – это очень пиковая нагрузка ложится на моих сотрудниц, потому что мы принимаем отчеты прямо в течение годовые отчеты от ареспондентов. Они как раз идут до 30 марта. И тут же у нас идет отчетность за первый квартал. И все это накладывается, плюс экономическая перепись. Только она, в общем-то, финиширует. Как тут же мы приступаем к следующей огромной работе. Это у нас в этом году предстоит еще всероссийская сельскохозяйственная перепись. Что она из себя представляет? Кто туда попадет? Всероссийская сельскохозяйственная перепись тоже проводится у нас один раз в 10 лет. Последняя перепись была в 2006 году. То есть это не межреперепись, да? Нет, 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 это большое сплошное обследование. Да, и вот прям не успели мы, так сказать, и глазом моргнуть. Прошло 10 лет, и уже наступил этап следующей переписи сельского хозяйства. Вот ее участниками как раз стали огромное количество респондентов. Это и юридические лица, которые занимаются сельским хозяйством, и крестьянско-фермерские хозяйства, и главы крестьянско-фермерских хозяйств, и индивидуальные предприниматели, которые заявили себя как деятели с сельским хозяйством, занимаются сельским хозяйством. также подсобные хозяйства, которые есть на территории Щелковского района, и, естественно, будут принимать участие в этом обследовании садовые, дачные, огородные товарищества и жители, которые живут у нас в частном секторе, то есть личные подсобные хозяйства. Это огромное количество респондентов. Мы уже эту работу ведем давно, она у нас ведется уже с мая прошлого года. Мы собирали информацию о респондентах, о наших, запрашивали все наши муниципальные образования, в общем-то, предоставили нам какие-то ответы, и мы ими воспользовались. И на основании вот этих вот списков, которые мы у себя собрали, мы составили организационный план проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи, который пройдет на территории Щелковского района и будет проводиться с 1 июля по 15 августа. Собрали информацию. Самые эстрадные парапорты. Да, самые эстрадные парапорты. Но она, вы знаете, как раз для Всероссийской сельскохозяйственной переписи самая подходящая, потому что, в общем-то, нужно обязательно обращаться к жителям, живущим на земле, они в это время как раз там находятся. Ну вот вы сказали, что будут, попадут туда под эту перепись еще и участники, я не знаю, как сказать, члены, да, садово-огородных товариществ, но ведь не все они живут в нашем районе, допустим, кто-то живет в Москве, кто-то живет в ближайших городах, приезжают на лето, там, не знаю, на полгода, надо даже чуть больше именно заниматься вот этим вот огородным хозяйством. Вот они попадут сюда, то есть домики у них, естественно, в нашем районе стоят, но сами они не жители. В районе зарегистрировано 460 садовых товариществ, огородных и дачных. Они все являются нашими участниками, но переписчик пойдет в садовое товарищество не ко всем членам кооператива, а только выборочно. Вот эту выборку нам определила Московская областная статистика, и поэтому не все будут задействованы членами кооператива, но все садовые товарищества, это однозначно. Они все будут участниками, и мы будем с ними работать, будем их находить, где они находятся, под лэб или где-то там еще в стороне от какой-то деревни нашей находятся. Ну что же делать? Вот такая вот перепись, такая работа. Мы определили количество переписного персонала, который будет работать с нами в эту перепись. У нас будет 38 переписчиков работать. Определились даже суммы вознаграждения, которые будут выданы этим. Назовите, привлеките внимание. Это будет 16200 рублей в месяц. Переписчик может заработать, а работать он будет 2 месяца. Но и объектов у него в этот раз немножко больше, чем в прошлую перепись, но и времени дается для того, чтобы пройти эти объекты больше, чем в прошлую перепись. Поэтому я думаю, что все соизмеримо. И если есть желающие такие, то пусть обращаются в отдел государственной статистики. Мы будем рассматривать их предложения. Но, конечно, мы будем обращаться за помощью к органам местного самоуправления, потому что, в общем-то, все наши жители, которые живут на земле, это наши населенные пункты. Вы знаете, их у нас 90 сельских населенных пунктов. Все они участники нашей переписи. Все эти населенные пункты, деревушки, села, прямо все-все-все будут участниками. Поэтому мы будем обращаться именно к главам муниципальных образований, на территории которых находятся те населенные пункты, чтобы, конечно, переписчиков подбирали нам они. Я думаю, что те люди, живущие в этом районе, они лучше справятся с этой работой, потому что они знают свои населенные пункты. Большое спасибо, Наталья Александровна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напомню, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник отдела госстатистики в Щелковском районе Наталья Ильченко. Спасибо еще раз. До свидания. Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо.